Добрейшего времени суток, на связи Антиквар. Добро пожаловать в Героев Меча и Магии 3. Рок Бездна. Продолжаем проходить кампанию Фабрики. Представляю вам третью часть прохождения шестой миссии из этой кампании. Миссии, которая называется в Смоле и Перьях. Ну, можно сказать, на карте мы типа освоились. Немножко. Карта размера L, но при этом за примерно 3 часа игры, ну может поменьше, да, мы, не скажу, прям много что тут освоили. То есть мы тут надолго, это уже, ну, в общем, это уже является практически непреложным фактом. Фактом, с которым, конечно, поспорить можно, но, в общем, это не очень перспективно. Так, ну что, Домокон у нас возвращается обратно. Будем считать, что его миссия выполнена, да, по разведке морских просторов. А, подожди, подождите. Ага, тут, чтобы туда-обратно, да, пройти еще 5 камней. У нас вот здесь проход, почему я здесь не был? Ну, потому что я молодец. Мне кажется, объясняется все просто. Надо было ткнуться в святыню, но антиквар, сразу начинаешь антикварить. Вот за что тебя люблю, прям ты не подводишь. Ну, то есть можно рассчитывать, что антикваризмов будет в достатке. Так, седьмой день, можно военно здесь остаться, взять 18 ящеров, да? Еще будет прирост здесь в количестве, 15, того плюс 33, уже неплохой стэк. И, пожалуй, вот с этим количеством ящеров мы вот это все должны разобрать, более-менее спокойно. Так, ну, самое-то у нас интересное, у нас Генри тут стоит перед первым вражеским героем, которого мы видим. В общем, перед ведьмой Чиктли, Чиктли, тяжело удалось имя. В общем, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Мы на нее еще не нападали. Можно вот так сделать, кстати. Вы замечаете, Куатли, томящихся в огромных клетках, скорее всего, ключ от дверей у ведьмы, которую вы уже видели у жертвенного алтаря. Победите Чиктли. Проблема, да, что мы... Ну, интересно, что она будет делать. Что она будет делать по частям колдовства? У нас там Асхаст, это понятно. Вы доходите, доходите, это изумительно. Мораль, удача, давай, вспомни, как я с тобой делаю эту пробивку. Спасибо. Спасибо за прекрасные воспоминания. Ну, и бейте, кого надо. У меня к вам одна просьба. Ага, стрелочка, блин. Меня не устраивает. Ну, полуосликов терять не хочется, мягко говоря. Стрелочка. 12 СП, ну, можно предположить, да, что ударная магия. Сколько, кстати, урона? У стрелочки. Где это есть-то? Волшебная стрела, 150 единиц урона. То есть, если не будет этих, будет бахать в этих. Блин. Много, 150 единиц урона. Ладно, мы, ну, не хочу я терять войска здесь. Может, шахту поискать? Не туда, извините. Не туда. Поискать шахту? Где можно высадить ребятишек? Мы здесь. Вот эта шахта, блин. Она вообще ни разу не близкая. У нас вроде талисман против молнии. Так это пофиг. Она же стрелкой кидалась. Вот есть шахта, да? Мы можем про... А, так вот есть шахта. Стоять. Да, это, пожалуй, неплохой выход в данной ситуации. Обелиски я еще осмотрю. Не переживайте. Знаю, что есть те, кто переживает, когда я вот так вот легкомысленно прохожу мимо этих замечательных строений. КОНЕЦ Строить мы будем что-нибудь или нет? Ну, видимо, не сейчас, да? Ну-с. Пацаны-то исправляются. Я имею в виду полуослики, да? Второй ход включили. Красавчики. Блин, бихолдеры. Тут еще... А, ну а что бихолдеры? Нет, тут все нормально. Тут опять же мы, да, делаем вот так. И делаем вот так. Здесь как раз проблем. Вроде не должно быть. Это правильный выбор. Блин, ну вот это неправильный. Стоять. Антиквар, соберись, пожалуйста. Ну, хватит. Просто хватит. Артучь. Изумительно. Так. Как же вот это хочется, да? Чтобы было, а его нету. А его нет. Может, в втором городе будет, я вот что думаю. Антиквар, а ведь есть в городе здание на прирост гнолов, да? Да, первого левела мясо, но за пару месяцев их натикает. А какая разница, если у тебя денег нет их скупать, что их натикает? У нас очень мало денег. Нам еще второй город отстраивать. Поэтому тикать они, конечно, могут, но... Смысл. Нам бы сейчас скупить все и уехать, то, что мы хотели. Так, кого мы берем? Мы берем Куатли, Дредноутов, Пауков и Инженеров. Правильно? Так, надо записаться. Я боюсь, что это тоже может не дать своего эффекта. Главное же еще стоит на проклятой земле. Зачем, вы знаете? Ну, чтобы нельзя было прийти сюда в Айнону и дать забывчивость. Я думаю, вы догадывались. Это я так. На всякий случай. Давайте попробуем теперь. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это называется. А ты готов смириться с потерей инженеров? Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну, это называется. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Почему идей, как это пробить без потери, у меня нет. Вопрос, какие потери считают приемлемыми? Ну, слушайте, тут проблема в том, что нет родного мяса. Да, но тут есть, да, есть Куатли периодически встречаются. Дредноуты, я думаю, уже все не будут встречаться. Но лезть сюда на одних дредноутах и Куатлях нельзя. Отдавать здесь полуосликов? Ну, капец, как не хочется. Но с другой стороны нам вроде как надо здесь пробиваться. Ну, что, наверное, полуосликов отдаем. То есть, ну, пробиваться надо, а что делать? Пробуем отдать только их. Продолжение следует... Вот с этими пацанами-то что еще делать? Как бы их так половчее. Может единичек взять? Но не будет он стрелками в единичках бахнуть. Проблема-то в этом. Чит на инженеров и за щитом. Отличный план, Владимир. Жаль, бесполезный от слова совсем. Поскольку ни то, ни другое от магии не защищает. Можем мы его как-нибудь сейчас убить? Бодро и весело. А, мы вот тут даже не в невыбиваемые. Блин. 10-13. Нифига мы не можем. Кстати, обратите внимание, у нас нейтральная мораль и удача. Это как? Тимофе, ну хватит писать ерунду, ну пожалуйста. Пожалуйста, ну хватит. Ну какой резист дать? Какой ты резист предлагаешь мне дать? Вот какой? Вот какой ты мне резист предлагаешь дать? Вот скажи, пожалуйста. Что кастовать? Чтобы был резист 75%. И эспеха у нас маленькая, да? Стрелочка тоже не порешает. Ну ладно, собственно. Тут вот еще в чем проблема. Я сегодня одну. Мне надо подготовиться к дороге. Ну, в общем, дела поделки. На этот счет. В общем, задача слить здесь полуросликов, да? И все. И на этом остановиться. То есть больше никого не отдавать. В принципе, это реально. Я полагаю. Здесь сразу бьем. Здесь пока вейт. Растопарь, давай все вопросы, которые не по компании, вот там, где они уместны. Здесь вот вопросы по компании, по фабрике. Можно попробовать, конечно, сейчас снять ответочку. Но мне кажется, что 28 пацанов меня пробьют. Не пробили. Не пробили. Урон все равно не хватает. Ну ладно, нормально. 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 Пойдет. Ну, отдали полуросликов. Мы сейчас куатлей за это получим. Куатлей или куатля? Ключевой вопрос. Ради чего мы это... Ради чего мы это пробивали? Принять. Пять штук. А-а-а. Не, ну тогда, конечно. Тогда, ну, без вопросов. Это было супер выгодно. Тут даже говорить не о чем. Так, ладно. Здесь мы все определились. Да, что мы делаем? Нанимаем стрелков. Побежали. Тут форт надо ставить. Но ведь... Ну, не сейчас. Сейчас мне надо скупиться, да? Потом мы возьмем вертеп. И с этих денег уже поставим форт. Я думаю, такая последовательность действия у нас будет. Теперь. Забрали обелиск. Слушайте, а мы только два обелиска забрали. С двух обелисков мы почти уже открыли карту. Ну, как... Ну, просто с этим темпом, как она открывается, еще два, и мы все увидим. Герои в таверне. Да, Владимир, спасибо большое. Сейчас глянем. Погибли ради великой цели. Не говори. Ну, можно, конечно, да, было не пробивать. Ну, а что? Что тут делать? Ну, там, развернуться, пойти в другую сторону. Ну, тоже неинтересно. Выбиться в жалкое. Слушай, да мне всех жалко. У меня каждая потеря, как это, ножом по... Ну, по сердцу, естественно. У нас все экспертное, то есть хижина отшельника нам здесь не поможет. Сколько у вас? Сто плюс. Места определить еще не можем. Хороший вопрос, который требует... Ну, нужно смотреть, можем или не можем. Сейчас глянем. Быстренько. Вот тут, да, ты имеешь в виду? Ну, да, острова какие-то, похоже так. Ну, как? Сейчас поглядим. Сейчас давайте мы с армией здесь разберемся. Так, чтобы спокойно жилось всем ребятам в чате, кто хотел. Вот так ставим. Все. Теперь у нас будет прирост. Просто бешеный гнолов. Теперь-то заживем, как говорится, да? Нужна ли нам змейка одна хотя бы? Ну, чтобы поводить, да? Почему бы и нет? Наверное, нужна. Взять лиману. Зато если будет по пути, сможем взять джинов на освобожденный слот. Да, это возможности перед нами, безусловно, открывает. Да, когда у нас освобождается один слот. Как это? Когда открывается одна дверь, всегда... Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая. Но с точки зрения науки, это вообще-то не так. Вспомнился эпизод. Из теории большого взрыва. Стоим или едем? Ну, маны есть, да, поехали. Че стоять? Маны есть, мувы, есть. Поехали. Спасибо большое, Александр, за поддержку. Благодарю тебя. Пригодятся, как ты понимаешь. Спасибо большущая. Ну что, медлительности, поехали. Че-то их стало больше, нет? Вы не находите, что этих змеюк стало как-то больше? Ладно, у нас тоже, ребят, стало больше. Ну как же мне больно от их ударов. Че, змейку отдаем во имя благой цели. Угу. Угу. Ааа, мы теперь шотаем их. Ух. Очень неплохо все. На 3 хп выживает виверна. Пент, конечно, да. Пент, конечно, неплохо. Угу. Угу. Змейку жалко. Блин. Ну мы только что 75 хоббитов потеряли, да? Блин. Че же мне так тяжело в компании войска терять? Прям я не могу. Константин, а ты с колонками пока так и не решил, возможно, я пропустил просто. Не, я вот вернусь в понедельник позже вечером. И, в общем, во вторник, я думаю, я уже напишу, какие я возьму. Раз у меня будет время посмотреть во время поездки. Василиска прям как кошки за стрекозой бегают. Да, нравится она ей. 10-19 Василисков. Так, ладно, навигация. Понял вас. Навигация кайф, конечно, но... Так, и мы можем форт поставить, да? Ну ставим. Можем, значит, сразу ставим. Строиться надо, естественно. Наверное, что очень любит жизнь. Да, это она. По ней сразу как-то видно было. 2049 чемпионов. Это называется... А вот не факт, что ты это бьешь. Типа пообузить наших конников. Так, кстати, про Грааль, да? Давайте глянем. Значит, что у нас может быть ориентиром? Вот эти две скалы и вот этот... И такая скала внизу. Ну, типа такой... Клык торчит. Здесь камушек. Значит, здесь две большие. Камушек и клык. И дальше еще. Так. Давайте глянем. Клык. Нет, это клык такой, но не то место, да? Тут камушек тоже не то место вроде бы. Тут же знаете, да, в чем сложность основная всей этой истории? Ну, то, что не все, что мы видим на карте, отображается на этой картинке головоломки. Ну, то есть объекты не отображаются. Ты смотришь по элементам пейзажа. Что, сдюжим мы? Большие сомнения. Ну, и имеют без потерь, естественно. Главный-то вопрос в этом. Хотя дредноут туда отправить. 37. 37. Объем мы не очень много. Опять же, мы зависим от морали. Ну, ладно, нам скорость все равно нужна. Маловато наносим урона, да? А можем мы как-то стать, чтобы пожечь тут? Скажем, вот так ударить, а потом вот этих пожечь, нет? Нет, тут, кстати, надо было, наверное, бить и прожигать. Сколько ты бежешь? Ну, ты не так много жжешь. Граль, жалко, болотный будет. Да, фабрикой здесь пока не пахнет. Откровенно признаться. Откровенно признаться. Вот что-то нормально. Даже без этого нормально. путешествие через эти земли опасно моему посланнику требуется хорошая охрана но понятно приведи короче 7 огненных и 7 элементарий энергии да и все типа будет хорошо туда архимага приведи туда элементарий и и главное поставили здесь огненных типы иди бери иди сейчас они приведутся с этими граалем вечно так пока выкупаешь уже не нужен слушай но я думаю нам должны дать миссию где мы поиграем с граалем фабрики возможно последние это будет но я почти не сомневаюсь почему то что это будет так это давайте пробивать а есть такая штучка он тогда ford нужен чтобы погрейдить тогда нам еще один слот нужен до чтобы ввести тех и тех ну ладно разберемся так здесь у нас следующее приключение вампирчики уже битва совсем непростая за целых две атаки за 2 атаки у меня даже стал битвы это сложно тоже непростая да нет вампиров мы не можем пробить порт в центре на острове на всякий случай так этот порт я видел но это черт лишь где тащить как бы это уж совсем это дичь я думаю там должно быть какое-то решение как Продолжение следует... 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 Но, вопреки своему обыкновению, пожрал не все яйца. Он растит одну из девочек, собираясь жениться на ней. Дети от нее будут его ключом к безграничной власти над всеми ящерами наших островов. И я не уверен, что это плохое будущее для моих сородичей. Как бы то ни было, если ты хочешь вырвать из лап Покталя пустой глаз, тебе придется найти место, где пожиратель младенцев держит свою будущую жену. Уверен, что и сам он проводит там все время между походами. Знай, что у старого Тломака есть друзья среди незаметных духов леса и болот. Вот что они мне поведали. В логово Покталя могут попасть лишь те немногие, в ком он не сомневается. Кроме командиров его личной гвардии, таким доверием пользуется и один пиратский капитан, тот самый, который продал ему пустой глаз. На твое счастье, у ящеров очень плохая память на человеческие лица. Капитана они узнают по его вооружению. Это доспех, щит, трезубец и корона. Артефакты очень искусной работы и большой силы. Думаю, что можно постараться и найти похожие. Если кто-то из своих воинов наденет все это и появится в таком виде перед стражами, они примут его за капитана и разрешат ему пройти. Само вооружение придется сдать им на хранение, но это уже будет не важно. Но это, видимо, артефакты вот эти, которые хотовские добавлены, да? Трезубец, щит, соответственно, морской, корона и киросениксов. Видимо, про это идет речь. Соглавцы равны гнолу. Ну да, понятно, что это об них. Столь лестно отзывается наш товарищ. Сто тридцать один. Пусти, но они как бы и так медленные, да? Тут тоже тратить везде там оно не хочется. Ага, медленные, медленные, но... Но. Ладно. Да. Тридцать один. Че, теперь его надо отводить, правильно? На лечение. Ну, в смысле, на починку. Ну что, без мана, хорошо. Вот мне называли бы гнолу соглавцами. Возможно, и с их племенем они бы дружили. Согласен. Я согласен, да. Несколько уничижительно, да, все это звучит? Так, ну мы должны забрать, соответственно... Жилище, в любом случае, 160. А тут уже мы должны хостел опять же давать. Ой, как хорошо залетела. Бабахаем бабахаем бабахаем. Тут мы убираем. Ой-ой-ой-ой, куда же я тебя убрал, там... Плохо, ампер играет придется сейчас. Ну, не хочу я даже двух терять. Нужно было просто по-другому чуть-чуть это... По-другому. Надо было посмотреть, короче, дальность полета, ребят. Я поторопился, но... И вот результат. На. Тебе. Тебе. Кого они будут бить? Ну, я думаю, вообще изумительно. Я думаю, что наш бы вот этот товарищ бы затерпел в любом случае. Здесь вейд, здесь чиним и здесь добиваем. Капец, они жилища сторожат свои, 160. Да. Жилища сторожат как надо. Как зенит с ока, да? Так, ну пусть копятся, хорошо. Что у нас здесь попросят? Семь камушков. Семью камушками мы располагаем, но... Надо ли нам сюда проходить, или мы под землей пока походим? Под землей вроде неплохо. Тепло и мухи не кусают, как говорится. Что, ребят, под землей походим? Вот это, да, вот давайте хотя бы посмотрим, что здесь. Мне что-то прямо интересно. Так, а тобой мы куда собирались идти? Внимание, вопрос, как говорится. Под земку? 2049 рыцарей, ну нет, 2049 рыцарей ужаса мы не пробьем. Часто просят самоцветики, ну почему бы и нет? Я думаю, тут все, в общем, довольно точно посчитано, да? Сколько тебе даются их на карте, то есть количество в кучках, я уверен, что не случайное самоцвет, а выставленное, поэтому тут, ну все, плюс-минус рассчитано. Может и не до миллиметра, но очень и очень неплохо. Но это мое мнение, не знаю. Что, сюда мы, ага, сюда мы... Нам кучка мешает пройти, серьезно? Ладно, ну давайте осмотримся. И тут герой, он стоячий или бегающий? Вот еще интересно, что. Так, продолжаем бахать войска. Стоячий, да, герой? Угу. Ну и замечательно. Как говорится, нам только того и надо. На следующей неделе еще ящеров отсюда привезем, вообще красота будет. Так, здесь бихолдеры, по идее, бьются на изи. Просто с хостой, да? У хосту придется кидать. Или не бить их вообще? Хосту будем кидать. В смысле не бить их вообще? Мы кровожадные, беспощадные, злые разбойники. Это все. Может идти к дредному кровожадцу. А, так морально. Ничего себе, ты дерзкий какой. Шахта под землей. Количество самоцветов. Тоже верно. Возможно, она поставлена с тем расчетом. Точнее, не она поставлена с тем расчетом, а раскидана самоцветов с тем расчетом, чтобы, если ты не берешь шахту, ты не мог бы эти все вещи собрать. Ну, то есть, возможно, такая логика. 366 пацанов. Просто 366. Которые еще и быстрее нас, да? Хатли дикие здесь какие-то, смотрите. Плюс атака, плюс ди... Ой, это хорошо, плюс деньги. А вот здесь, помните, да? Откуда мы выпадали из кого-то портала? Вот именно сюда, вот из этого. Можно сюда быстренько пройти. 50-99 джинджеров. Конечно, есть улучшенные. Даже и не сомневались в тебе. Не! Ты считаешь, что ты самый умный, да? Что ты сейчас нас обманешь со всех сторон. Но есть у меня небольшое уточнение. Добрый герой компании, а злобоглазов отпускать, чтобы они дальше злобно смотрели. Опасно для всей Рафии. Ну, да. Не факт, что это один-единственный выход из того портала. Не факт. Я же и не говорил, что факт, что это один-единственный. Я говорил, помните, откуда мы пришли сюда? А, один выход из того портала. Ну, я думаю, все-таки один. Ну, не факт, да, согласен. Видимо, как раз грейдануть огненных и в портал. Как вариант, да. Огненных маги, да, тоже где-то там сдаются. Думаю, да, что логика примерно такая. Ну и вот самоцветы опять тут в изобилии лежат. Здесь находится лагерь ящеров. Их командир обращается к вам. Мы отправились прогнать черных драконов, занявших подземный проход между нашими деревнями. Но это оказалось нам не по силам. Из-за них перемещаться под землей стало опасно. Если вы поможете избавиться от этих чудовищ, мы поделимся с вами знаниями, которые пригодятся вам в борьбе с факталем. Смотрите-ка. Говорят, поделимся с вами. А мы видели же? Не видели же, да? Нигде. А, или видели. Подождите. Сейчас поглядим. Мне кажется, что они где-то стояли просто... Да. И я говорю, и что они здесь стоят? Ну... Была причина. Мы можем посмотреть. Вот таким же образом. Кстати, мы можем посмотреть... А, на героя не можем посмотреть? Типа нет. Странно. На монстры уже можем отсюда глянуть, да? Ага, нет. Не те, это черные драконы. Другие. Какая цель этой миссии? Вот я бы помнил еще. Ты как спросишь? А, нужно нам вырастить таинственного багрового катля. Проблема в том, что у нас нет города, где он вырастает. И как это сделать, пока непонятно. ЧД мы на ауткасте видели. Да, насмотрели сегодня на них. Согласен. Есть такое дело. Кстати, перчатки тоже. Нифига их не заметил. Ну, что... Как говорится. Никого, наверное, уже не удивляет. Гнездышко и верно нам бы построить, но у нас дерева не хватит. С двух рынков трейдится. Такое себе удовольствие. А вот, ребятки. Которые могут к нам высадиться? Серьезно? Вот это вот к нам может высадиться? Вы серьезно сейчас? Ничего с ним делать. Прям проплывай не хочу. А проблема-то в том, что он хочет. Да, это интересно. Честно говоря. Как змейка затерпела. Я только хотел начать ругаться, что хорош моральница. Но змейка затерпела. Герзан. 33979. Что-то мне не нравится сложившаяся диспозиция. Честно вам скажу. Складывающиеся, да? Мы не знаем, куда он поплывет. Но если он поплывет сюда, о чем будем делать? Нам нужно Генри возвращать? Ну, потому что тут есть хоть какая-то армия. Соглавцы наносят ответный удар. Похоже на то. А Генри возвращать? Ладно, давайте мы пойдем смотреть дальше. Сейчас будем разбираться. Можно тут что-то с этим делать, не можно. Будем собирать информацию. Видимо, для будущих прохождений уже. Что характерно, этот герой вынырнул после упоминания уток в тексте. Типа, подготавливали нас к тяжелым боям с Грейженами и Вивернами. Знаю, к чему нас типа подготавливали. Но мне не очень нравится, если честно. Так, стоять. Герзан еще. Только мы сюда пришли, да, немножко подфармить. Ну, а тут, нате вам. Конечно, кораблики наши бахуют. Релева желает. Ну, в общем, понятно. Герою Ари Шрак. Ари Шрак. Ари Шрак. Как всегда, вопросики по магии. Но, скорее всего, она у него есть. Иначе бы он... Не имел таких статов магических, да? Ну, мы так должны делать. Сейчас Масхаст в ответ, да, прилетает. Так я мыслю, или не так? Ммм, перчик. Слушайте, ну, перчик так бы вроде. Не то, чтобы и страшен. И супер важно, что у нас тут есть змейка. Неудача. Блин. А тут у нас сколько выстрелов? 24 выстрелов-то много. О, как. А че он кастовать не стал? Забоялся? Ладно. Забоялся и хорошо. Мы как бы и не возражаем, да? А у нас есть контрмера. Что ты на это скажешь? Грязный псоглавец. Как вы считаете, не очень жестко, что я его так называю? Но в плане он сильно обидится или нет? Ого! Идеальный расклад. Просто идеальный. Бить не имеем права, иначе он нам сделает, в общем, будет нам смерть через мочунбу. Так, вот сейчас уверенно его подрежут уже. Так, давай без мор... А, у него нейтральная мораль. Ну все тогда, тьфу, господи. Может, масс-лечение лучше Блесса? Ну, конечно, нет. Сколько мне потребовалось времени, чтобы увидеть герзана на карте? Кукле потребовалось времени. У тебя же кошка только. А вот был бы песик, уже бы на тебя смотрел осуждающим взглядом. У меня в детстве была собака, и я ее просто обожал. Поэтому... Поэтому у меня с этим никаких проблем. Оно же все дебафы снимает. Ну и что? Он нас проклял, заставляет наносить минимальный урон. Если я буду... Дам лечение, он просто будет наносить вот этот вот урон на разброс. Ну, это 2,5, это 14,7. А если я даю масс-блесс, то я сразу наношу максимальный урон. Чем лучше лечение тут. Я, видимо, должен вот так делать. Ну, конечно, не добиваем. А, у меня... Ой-ой-ой-ой. А может, не надо было так делать, кстати говоря? Так, ну мы сейчас можем его... Ой, он очень далеко побежит, если мы сейчас так будем делать. Кроме того, минус удача, это такая ерунда. Ну, не минус удача, а неудача, заклинания. Тут даже говорить не о чем. Ой-ой-ой, ты молодец какой. Какая-то? Минус 84 На Здесь бьём На На Я думаю, одного в нолика мы отдадим Не обломаемся же, да? Минус 84 Или ни одного, подождите Немножко не так могло действовать, конечно Но в целом В целом мы убежим Хороший аргумент Да вообще никакой в данной ситуации У антикварной компании Нервная система восстанавливается после ауткаста Ну должна же она где-то восстанавливаться Семь Ну семь это прям оскорбление, да? Хм, стрелять Можем не стрелять В смысле? Ой, ну как я змейку-то отдал? Ёлки-палки Ну я переигрывать не буду, ладно Ладно Заболтался с чатиком Это называется Блин, а может и придется, кстати, переигрывать Останавливаться с чатиком Змейку жалко, но он сам заболтался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Принести сразу к жертву Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну не буду я менять дерево Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо большое за тот за поддержку Детективы вчера вчера сегодня ночью закончили Поэтому поэтому все Детектив раскрыл преступление и вернулся на светлую сторону силы Сюда еще да можно нагрянуть 60 А что так мало? 60 прям как-то даже не смотрится Мы думали больше будет всего 60 Ерунда какая У этих вниз отлично Дела отлично как обычно Угу Угу Блин, а не надо было, наверное, раскрываться-то перед рогатыми парнями Блин, вот Змейка, да? Было бы чуть-чуть полегше А может не чуть-чуть Минус Виверна Минус Виверна, конечно Минус Виверна Я даже и не сомневался никогда Слушайте, а может здесь, знаете, как надо делать? Сейчас дайте-ка я протестирую Все, они все завылились, они красавчики Теперь мы делаем вот так Угу 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 Минус Виверн Угу 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 Продолжение следует... Эй! Это сейчас было нечестно. Как говорится, в смысле нечестно. А кто-то говорил о чести. Так, тут разрулили. А тут, кстати, может быть вообще скрипт у этого пацанаша. Он должен здесь высадиться и залезть в портал. Пойти типа под землю к нам в гости. Он прямо сейчас может быть прямо вот здесь. Возможно, мы должны убегать. Блин, он эту штучку перекрасит, да? Можем ли мы с ней справляться, Генри? Вопрос. Вопрос. Такой прям. Суровый. Хочется посмотреть, что это... Что вот тут. Да? Вопрос. 29 Как вот это убивать? Так не пойдет Так не пойдет Какие же они жесткие И тут я опять накосопорил слегонца Не загибнусь мне, да нет, конечно Восьмой и спел-то чего? Очень мало Ой Сейчас, ребят, сейчас, сейчас я соберусь Сейчас Но я все равно не уверен, что я их бью Что-то как-то их дофига Ну, то есть без замедления, да, они такие быстрые Опять же, морали удачи где? Вот вопрос у меня такой Но тут уж Тут уж что уж скажешь Где-то, где-то они были У минотаров тоже морально не улетают А могли бы, да? Да не, кстати, я тут, а как я Я вот от этих-то И что я вот я сделаю? Я пробиваю Пацан, следующий ход будет бахать Этого я тоже никуда не спрячу Не Это что-то перебор по части экшен Ну, опять же, потери, да? Вопрос, хотим ли мы потери Это мы где оказываемся? За морем, что ли? За розовым морем На синим побережье В горах притаился И думал, не найдут Потери не в нашем стиле Так тут армию нигде восстанавливать Когда ты играешь первый раз Ты просто, в принципе, не понимаешь Ты имеешь право кого-то терять Или не имеешь Мне бы тут шахту какую-нибудь Было бы вообще не дурно Сто плюс грифонов Ой, антиквар Великий сниматель ответок Из королевских грифонов Есть у меня такая, конечно, спец Спец или суперспособность Как хотите Но она определенно присутствует Как говорится Слушайте, ну мне кажется Нам пора отсюда вылезать И неважно, куда пойдет Там комп Идти наверх Ну, скупаться, да Идти наверх в сторону города Было бы делать вот эти квесты Хранилище ресурсов Вроде и хочется Но пять тысяч золота Как у нас, кстати, прирост денежек Пики драм Кто заказывал новых героев Что-то ведамины от нас не уходят Я не знаю, кто И домокон приглянулся Или кто Занял сердце этой знойной красотки 2850 То есть читайте Двугневный прирост золота Ну, практически нужно отдать Но нужно Нужно Надо, Федя Надо Так, так, так Вам посиков Может он оттуда и вот сюда Может еще выбраться Бычки? Я как с бычками драться Вообще непонятно С бычками Я вообще не знаю, что делать Нашим сетапом войск Даже если их 50 Это непросто А их 94 50 Конечно, антиквар Ха Держи карман шире Они еще и Непробиваемые И по болоту Ходят далеко Ну, видимо так, да? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй Морали-то Ну, куда? Куда морали? Нас этим что делать? Мораль была нечестная Кстати Мораль вот вообще была нечестная Я считаю Мораль вот Можем, конечно, поступить по-другому Чудесно Вот бы сейчас второй ход, да, Генриетта? Ты у нас вроде лидер, специалист Размейка, конечно, под масхостой Вообще чудо, как хорошо У компа после вынеса вампиров армия уменьшилась А еще она у нее должна уменьшиться Такими войсками Кроме того, если уменьшилась, то вряд ли мы эти изменения увидим Блин, уйдет, конечно, мы можем, да, но дальше-то что делать? Все сюда, да? Собака такая ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, в деф вставай, отлично Он еще и удар, не, ну так нормально Так мы выиграем Только 96, да Сколько деф там мы тебе Ну и щит накинули и кожу еще и в деф встали Нормально Потянет Еще раз деф Парень ему Пристрелил бычка 244 Выиграем Как? Я не с него ответку, что ли, снимал? Ладно, не суть Никто не погиб Уже не плохо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Рудбер Ну, скажите, Смотрите мне, что Виверн можно грейдить здесь Можно Хорош Так Ну, это Это клево Еще и замок тут есть Это уже неплохо И да, он вылетает над землей Что будет делать Пойдет сюда, наверное, да? Пойдет ломать, крушить Ну и вот это вот все Так, а мы сейчас Вайноной Отправляемся На север Мы должны забрать Змеек В смысле ящеров Змеек отсюда бы еще, да, забрать Нам денег бы не хватило и близко Поэтому мы вот так делаем И вот на этой грозной армаде Движемся Вперед и вверх Вверх и вперед Так Теперь наша барышня Куда? Здесь немножко денег получим Ману Зальем Сюда хочется Но сюда Это что будет означать? Минус инженеры, да? Ну, давайте мы проверим Ну, как бы А кого будут Мейк кусать? Конечно, инженеров А кого им еще кусать? Может, стрелков Ну, я думаю, что инженеров Угу Тут еще эти стоят, да? Помимо дерева Не, так неохота Ладно, пока не нападаем Пока помним, что улей тут есть Кстати, ну, можно, знаете, что сделать? Можно вот что сделать Просто глянуть Он какой? Он на 8 уточек Оооо Городок Ничейный Ну, правда Хе Правда Правда есть одно но правда есть одно но антиквар поведай пользу от упраждающий выстрел стрелков хоть раз была в пвп или компании навык звучит настолько же красиво как безполезно на практике лучше на я тестировал ты берешь короче стрелков войска 11 отряд ставишь отправляешь на стрелков они все умирают даже не выстрелив но есть одна проблема при таком раскладе они могут не стрелять я не знаю чего это зависит они могут не стрелять а просто пойти тебя бить в рукопашную вот поэтому сложно сказать насколько это полезно ульга прям вот совсем не однозначно это смотрится улучшается зато замок построен прирост будет огромный ну да ладно так друзья мои давайте мы на этом моменте как раз сейчас остановимся приостановимся чтобы потом сделать решительный шаг вперед поставим наше прохождение на паузу спасибо всем огромное за внимание за компанию это был антиквар оставляйте ваши лайки комментарии это все относится тем к тем кто будет смотреть в записям да это важно для продвижения ролика значит для продвижения канала поэтому если вам нравится и желание помочь стримеру у каждый зритель может без проблем это сделать буквально парой нехитрых понятных манипуляций затем позвольте откланяться всем удачи и до встречи пока